На шаг ближе к своей мечте и профессиональному росту. Сегодня в Наринмаре прошло торжественное закрытие второго в Ненинском округе чемпионата молодые профессионалы в рамках движения WorldSkills Russia. В этом году, по словам организаторов, вырос не только уровень проведения, но и число компетенций. В каких профессиях соревновались и кто стал лучшим, расскажет Любовь Пермякова. Я честно не ожидала, конкуренты стали намного сильнее, блюда стали намного изысканнее, деликатнее. Вот вы и чувствуете, если сегодня объявили. Я просто в шоке. Все волнения уже позади. Одна из победителей конкурса молодых профессионалов в компетенции поварское дело Сабрина Панькова рассказывает о пережитых эмоциях. Еще бы, ведь за каждым движением будущего повара следили пристальные взгляды экспертов-профессионалов. Среди них шеф-повар Горта Девосян. «Напряженность системы была. Так вот, 13 экспертов каждую секунду смотрит, каждые детали, каждую ситуацию. Цель была в том, что выбирать себе профессионалов на будущем, работа в нашем компании. И, кстати, это удалось». Профессиональные бои в конкурсе вели сразу по нескольким компетенциям. Кроме поварского дела, в меню регионального чемпионата были медицинский и социальный уход, предпринимательство, ветеринария, сестринское дело, физическая культура и спорт. Доказывать свою силу в этой номинации пришлось не только интеллектуально, но и физически. «Очень сложные задания, но в то же время интересные. Работа с новым видом оборудования, фитбола, упражнения были на степ-платформах. То есть много чего. «Волноваться?» «Волноваться?» «Конечно. Самое сложное – это была, наверное, подготовка. Когда мы сидели за ноутбуками, разрабатывали все с нуля. И потом ожидали своей очереди, когда выходили. Волнение, конечно, было». Еще одной участнице Анжели Кучиной предстояло не менее волнительное задание. По легенде, ей пришлось ухаживать за пациентами в хосписе, в стационаре и в домашних условиях. Девушка – будущая медсестра. «Я еще до конца не осознала, что я победила. Безумно рада. Этот конкурс дам море позитива. Опыт». Бесценный опыт и золотые медали конкурса получили Екатерина Лобикова и Галина Родчева. Они соревновали среди потенциальных предпринимателей. И как в большом бизнесе, там была жесткая конкуренция. «Конкуренция была очень высокая и переживали. Все достойно выступали. У нас было по производству варенье из местных декорастущих ягод Ненецкого автономного округа. И это большая ответственность именно представлять от нашего округа. И это колоссальная возможность была поучаствовать в данном конкурсе. И очень этому рады, что именно мы». Один из экспертов, кто оценивал работу девушек – Ольга Суханова. Сама успешная бизнес-вума. Через ее школу прошло более 5000 предпринимателей. В итоге открыть свой бизнес смогли более 500 человек. «Организация была на высшем уровне. Соответственно, оперативное решение всех вопросов. И, конечно, для нас, для главных экспертов, очень важно, чтобы оперативно решались какие-то вопросы на площадке. Организаторы молодцы. Постарались». «А ребята как? Есть у них площадки предпринимательства?» «Да. Хочу отметить, что ребята, конечно, очень волновались. Потому что это первый раз компетенция вообще стартовала в Ненецком автономном округе. Но, несмотря на это, есть проекты, которые реально возможно реализовать. И которые уже я знаю, что ребята планируют открыть самое ближайшее будущее. Поэтому я знаю, что потребность региона в увеличении количества предпринимательства. Поэтому я думаю, что скоро число предпринимателей в Ненецком округе увеличится». Всего во втором региональном чемпионате молодые профессионалы WorldSkills Russia были задействованы 50 экспертов и 50 волонтеров. Состязались почти 60 участников. Чемпионат проходил в Наринмаре с 26 февраля по 2 марта 2018 года на базе Ненецкого аграрно-экономического техникума, социально-гуманитарного колледжа и Ненецкой окружной больницы. «Я считаю, что конкурс удался. Мы по сравнению с прошлым годом сделали огромный рывок. Было две номинации, стало пять. Очень усилили материальную базу учреждений, образования теперь. Ее можно показывать даже иностранцам, потому что действительно она соответствует мировому уровню. И мы можем теперь готовить специалистов мирового уровня». «Как эксперты, вам, наверное, удалось пообщаться с ними, оценили работу нашу?» «Да, мы пообщались со всеми экспертами и объехали все площадки. Эксперты оценивают действительно, что у нас наши площадки, на которых проводились соревнования, они соответствуют всем требованиям, которые к ним предъявляются. Отметили очень большое гостеприимство жителей округа. Ну и достаточно высокий уровень наших конкурсантов». Нинецкий округ стал официальным участником международного движения в октябре 2016 года. Развитие движения WorldSkills Russia входит в число проектов открытой платформы «Россия – страна возможностей». Для наших ребят это действительно большие возможности, ведь лучшие из них будут бороться за золото в профессии на всероссийском уровне. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».